здравствуйте дорогие друзья сегодня такая очень неоднозначная тема это мне написала девушка в общем-то она боится какать при муже и ну то ли вы так прикалываетесь я не знаю вы думаете мне стрёмно об этом говорить но мне не стрёмно об этом говорить главное чтобы вам было не стрёмно вот и это важно даже я бы сказал чтобы вам было не стрёмно дело в том что боязнь актодификации существует у многих женщин и даже я вам больше скажу существует и у многих мужчин наши так скажем не знаю как там за границей но наши там панельные вот эти дома хрущевки они прекрасно разносят все звуки которые очень часто сопровождаются актом дефекации да и многие боятся из нас что кто-то что-то это услышит как-то так про них подумает и так далее и дело доходит до курьезных случаев если вот я загуглил начал изучать процесс насколько это распространено да то есть распространено оказывается это широко то есть девочки бегают какать куда-то в подъезд пакетик вы можете найти такие очень смешные случаи когда там девочка пыталась как-то покакать в ванну и не получилось это смыть сюда ванна засорилась и она там в общем чуть потоп не устроила какой-то еще и три часа не выходила из этой ванны и очень много таких вот историй к профильненьких да и соответственно что делать да главный вопрос волнующий всех дорогие друзья здесь нужно рассматривать что как во многих своих видео я говорю что есть вот эти вот намеки на какое-либо расстройство я не могу сказать какое от комплексов до какой-то тревоги вопрос еще конкретно в чем выражается страх как выражается то есть что вы испытываете при этом просто стеснение или допустим бывает что это прям реально тревога и паника у человека наступает то есть он уже перешел из стадии стеснения перешел в такой как бы понимаете страх что ли да то есть когда он вот думает она или он девочка что соответственно человек который увидит или услышит вот как совершается акт идентификации он там как-то отреагирует начнет высмеивать еще что-то и это вообще вплоть до невроза может вызывать такая навязчивая идея вопрос что у вас нос если такое есть с этим по-любому нужно что-то делать просто так оставлять это нельзя ну если при условии что это ну какая-то стандартная ситуация то ваш муж и прочее даже если кто-то что-то услышит ну понятно что вы не бабочками какаете да и все взрослые люди и и а также допустим тот же самый страх есть у женщин страх менструации да то есть как-то показать ну каким-либо образом да ну бывает постель пачкается еще что то то есть страх женщин перед тем что кто-то заметит то что у них идет менструация то же самое это либо вам навязали какие-то ваши там нарциссы да которые вас когда-либо окружали окружают вот но в целом в норме это естественные природные проявления которые человек не должен бояться если этот страх или стеснение есть с этим просто нужно работать с вашим психологом но тут по-другому просто никак нельзя да значит что еще хотелось бы сказать может быть я отдельно поговорю о каких-то возможностях терапии я сейчас думаю то есть как-то начать с вами терапевтические работы через камеру но все так настолько индивидуально что если честно я еще не придумал какие вот универсальные средства из терапии мы могли бы помочь допустим в этом случае потому что все бывает у людей очень по-разному психологии нет какого-то вот универсального способа который бы я мог дать в плане вот конкретное решение этой проблемы строить звукоизоляции бессмысленно потому что как правило паника или страх или стеснение жутко это который вызывает дискомфорт на которую люди жалуются она возникает не только дом то есть понимаете вы же везде с собой эту звукоизоляцию не сделайте таскать не будете то есть это же как навязчивый формат навязчивые идеи и так далее то есть это везде кто-то пукнуть в кровати боится просто навязчивые идеи может быть он и не пукнет да с партнером в кровати но вот этот страх он в голове постоянно едет поэтому дорогие друзья не бойтесь пукать не бойтесь какать я желаю вам здоровья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите обязательно внизу свои комментарии я вас жду на своих онлайн консультациях своем инстаграме и да пребудет с вами здоровья подписывайтесь на мой канал